Перед нами итальянский натюрморт первой половины 18 века неизвестного художника. Но натюрморт не простой, а так называемый натюрморт обманка или трамплей. Особые оптические приемы позволяли совершать настоящие чудеса. Если вы внимательно присмотритесь к мандолине, вы обнаружите на ней пыль. Это не халатность сотрудников нашего музея. На самом деле художник был настолько виртуозен, что написать пыль для него не составило особого труда. При этом мы видим, как пальчиком выведен год создания самого произведения – 1714 год. Обращая внимание на разницу фактур, мы восхищаемся. Спелость винограда, легкость кружева, блеск воды на листьях абрикоса – все это нас завораживает. Подобные натюрморты были популярны в эпоху рококо. Зачастую они выполняли функцию своеобразного развлечения. Зрители старались согнать муху, на самом деле она была нарисована художником, стереть капельку воды или, как в нашем случае, пыль. Но вполне возможна и другая трактовка – ванитос, суета-сует или момента моря, помни о смерти. Виноградная лоза в живописи часто символизирует Иисуса Христа. Пыль на мандолине также может являться символом бренности и приходящего всего мирского. На данный момент имя художника еще неизвестно, но то, что он обладал определенным талантом, это безусловно.